Для России крайне важно иметь стабильное отношение с предсказуемым партнером. То есть так, чтобы от НАТО не исходила какая бы то ни была военная или даже политическая угроза. Ну и одновременно демонстрация того, что от России не исходит такой угрозы. НАТО в целом для нас это 28 стран. Политика НАТО по отношению к России такая, ну если хотите, средняя температура по больнице, которая формируется из, скажем, такого холода, исходящего от Прибалтики, политического холода, я имею ввиду, да, и горячности отдельных наших, наоборот, так сказать, союзнических, партнерских стран. Поэтому, как больница, знаете, там один уже помер, а у другого 42 градуса, так сказать, горячего. А средняя 36,6 получается, средняя посчитали. Вот примерно такая температура от НАТО. Чего бы мы хотели? Мы хотели бы, конечно, в рамках НАТО все-таки исправить те отношения, которые в России сложились последние 20 лет с ее восточноевропейскими соседями и прибалтийскими соседями, потому что в целом это повысит градус отношений в целом с объединенной Европой в виде Евросоюза и в виде НАТО. Я нашел в Брюсселе старинную икону крестителя Воронежской земли, Митрофания Воронежского, вывезенную, как я потом узнал, полковником казачьих войск в Европу, через Югославию. Вот я ее выкупил на свои средства и вернул ее на родную землю. Я 11 лет работал депутатом от Воронежской области и при этом был москвичем. Поэтому у меня к Воронежским отношения вполне объективные. Я хочу сказать, что ничего подобного, там никакой ксенофобии, там нет и быть не может. Это все байки. Я вам скажу другое. Когда я приехал в Брюссель, как посол достаточно большой миссии, куда входит почти 50 дипломатов, не считая технических сотрудников, мы столкнулись с тем, что у нас в Брюсселе избивали женщин, русских женщин. То есть за... Я вам сейчас расскажу, за 4 месяца, вот первые 4 месяца моей работы, было 9 нападений на сотрудницы нашего поспредства России при НАТО, либо жены дипломатов. Являющихся, кстати, дипломатом. Тоже, ну да, естественно, тоже у них дипломатический паспорт. Это так называемый гоп-стоп. То есть воровали сумки, били стекла в машинах. То есть это нападение, ну, хулиганья, ворюк, видимо, с североафриканского берега. И дело дошло до того, что просто я потребовал встречу с министром внутренних дел. Он мне стал рассказывать, что Европа теперь полна мигрантов, и поэтому дипломаты должны точно так же страдать, как и все остальные жители Бельгии и других стран. Я сказал, что страдайте сами, без нас. У нас одно нападение на иностранца в Москве, это ЧП. А у вас 9 нападений только на россиян. Это считается нормальным. В общем, поговорили достаточно жестко. Не буду приводить примеры, как я с ним общался. А тут тоже скажут, что я палку перегибал. Ну, палку-то я, может быть, и перегибал, но нападения прекратились. Случайно совершенно, да. Что касается НАТО, то действительно в НАТО входят самые разные страны. И можно сказать условно, что там существуют три группы. Есть вот англосаксы, то есть американцы с англичанами. Это одна группа интересов. Есть западные европейцы, лидерами которых выступают чаще всего французы, немцы. Ну, итальянцы сдают тоже тон. И восточные европейцы. Вот, как бы, противоборство вот этих трех групп и формирует облик современной НАТО. Но, в целом, конечно, это не болгарская организация. Это все-таки американская организация НАТО. Поэтому задача российского поспредства, это не оставлять европейцев, американцев друг с другом, так сказать, вот наедине. Поэтому мы постоянно там присутствуем, спорим. У нас существует, так называемый, Совет России-НАТО. Сейчас мы заканчиваем обзор общих угроз. Идет работа по противоракетной обороне, консультации на эту тему. Такие достаточно живые, на уровне экспертов, высокого уровня. Говорим сейчас о будущем договора об обычных вооруженных силах в Европе. Короче говоря, это интересная профессиональная работа, где обсуждают стратегические опросы безопасности. А вот договор о коллективной безопасности, то, что предлагал Медведев, вот инициатива. Как она воспринята? Я знаю, что некоторые страны с достаточным интересом, Франция, к примеру, отнеслась к обсуждению этого документа. Вы знаете, воспринято как? Ну, многих устраивает все то, как есть сейчас. То есть, вот как сложилось некое статус-кво после 1991 года, после распада Восточного блока, Советского Союза. Хотя я считаю, это, конечно, абсолютный перекос в плане безопасности, отсутствия баланса интересов. Но западников многих это устраивает. Нас это не устраивает. Мы говорим, нас это не устраивает. А я говорю, а нас устраивает. Вот примерно, как в том анекдоте, когда сидят два рыбака, один другому говорит, нехорошо, Иван, с моей, значит, Люськой гуляешь. А он говорит, не пойму его с Парамоновых. Люське хорошо, а тебе нехорошо. Понимаете? Поэтому здесь, естественно, да, из этой же серии. Поэтому мы, конечно, хотим сказать, что, тем не менее, инициатива российского президента, она живая. Она будет выражаться в комплексе новых договоренностей. И у нас уже есть серьезные союзники из числа крупных европейских держав. Поэтому я думаю, что в ближайшие 5-10 лет мы будем свидетелями серьезнейших изменений в политическом ландшафте Европы. И мы надеемся на то, что лед будет таять. Я, честно говоря, во-первых, сам себя не отношу к категории китайских гимнасток, гнущихся. И думаю, что в политическом руководстве России сейчас предателей нет, в отличие от ельцинского времени. Поэтому я могу с полным основанием вам сказать, что это не совсем так. Те договоры, которые были в последнее время подписаны между Россией и США, если вы имеете в виду договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, он сбалансирован. И там есть уступки с обеих сторон. И в целом количество этих уступок таково, что, в общем-то, все стороны остались довольными. Именно поэтому сейчас я как раз из Риги, с короткой остановкой в Брюсселе, вылетаю в Вашингтон, где буду встречаться с конгрессменами. И там тоже есть скептики вашего плана, которые считают, что Америка пошла на безобразные уступки России. И что надо этот договор отказаться от его ратификации. Поэтому скептики и энтузиасты есть с обеих сторон. Я думаю, что президент Обама – это очень гибкий человек. И такое интересное явление в американской политике. Этим надо воспользоваться для того, чтобы действительно уйти от того соотношения позиций, которое было неприемлемо и которое даже привело к войне на Южном Кавказе. Ведь Грузия там действовала, сами понимаете, не самостоятельно. За их спиной стояли американцы, точнее администрация Буша. Вот чтобы такого больше не повторялось, мы должны воспользоваться шансом и заметно улучшить наши отношения. Настолько, насколько это возможно. Чтобы потом было… Понимаете, самое главное в отношениях – приобрести какой-то капитал, чтобы жалко было что-то терять.